Встреча 34-го тура прошла на стадионе Giuseppe Meazza в Милане. Интер принимал Лацо. Интер перед началом этого тура шел третьим. Лацо располагался на четвертой позиции. Казалось, что квартет участников и представителей от Италии в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов уже определен. Однако некоторые коррективы здесь могут быть все же внесены. Лацо здорово проводит первый тайм и делают это следующие футболисты. Муслера, Диас, Бьява, Горридо, Алихштайнер, Ледесмо, Эрнанес, Мауре, Брешанов, Лакари и Мауро Сарате. Один из главных героев первого тайма становится Имидио Морганти. Арбитр из Асколи. Он показывает красную карточку Жулио Сезару на 22-й минуте. Тут же замену вынужден производить Леонардо. Лакари появляется на поле Кастеллаццо. Он меняет Диего Мелитто, но Лука Кастеллаццо не способен отразить удар с 11-метровой отметки в исполнении Мауро Сарате. Практически по центру пробил аргентинец. И Лацо выходит вперед в гостевом поединке, имея данного футболиста в составе больше. Снейдер. Уэсли Снейдер, мастер, исполняющий штрафные удары. Счет сравнивает на 40-й минуте. 1-1. Жулио Сезар начинал эту встречу в воротах Уинтера. Большую часть матча провел Лука Кастеллаццо. Раноке Лусио многотома Майкон линия защиты. Дзанетти, Камбьясу, Снейдер, Станкович полузащитники. Ну и Самуэль Этуо вместе с Диего Мелитто начинали поединок как нападающие. Хавьер Дзанетти. Классный заброс вперед. Здесь чудовищная и невероятно обидная для Джузеппе Бьявы его собственная ошибка. Самуэль Этуо выходит 1 на 1 с урвайским голкипером Лацио Фернандо Муслерой. И закатывает мяч в сетку ворот римского клуба. Идет самое начало второго тайма. 53-я минута. Интер дома. Проигрывая по счету, играя в меньшинстве. Все-таки забивает два мяча. И уже готов бороться за то, чтобы не пропустить. Вот такой момент упускает центральный защитник Лацио Андрея Диас. Хотя здесь, казалось, ему оставалось только лишь подставить ногу. И вновь равенство в счете было бы зафиксировано. Вот это поражение Лацио дает возможность Удинезе не столь серьезно воспринимать собственную неудачу. Удинезе, как мы уже видели, в этом туре уступил дома Парми со счетом 0-2. Но Лацио, не сумев набрать очки вот здесь, в Милане, поскольку Лацио еще и остается в меньшинстве. Здесь хамский поступок позволяет себе Стефану Маури. Получает прямую красную карточку за удар сзади по ногам Юркова Юто Наготома, японского защитника Интера. Составы равны. У Лацио по-прежнему возникают моменты. Бьет поворотом чешский нападающий Либор Козак, появившийся на поле за 20 минут до конца. Здесь бы не выручил уже и Лука Костелаце, однако Перекладина играет за свою команду в данном эпизоде. Майкон оказывается в атаке, высматривает он Самуэля Этуо, в итоге сам бьет поворотом, Муслера Лацио выручает. Лацио проигрывает Эдуардо Рея, и они, может быть, доволены таким развитием событий. У Лацио по-прежнему 60 очков, и это позволяет столичным футболистам занимать четвертую строчку в чемпионате. У Динезе располагается позицией ниже и имеет всего лишь на один набранный балл меньше. Так что здесь борьба очень любопытная, нас еще ждет впереди. А Интер обгоняет проигравшую в этом туре Наполи. Интер остает на 8 очков от Милана. Здесь очень трудно будет бороться команде Леонардо, но он не сдается. По-прежнему говорит, что Интер готов.